Приветствую вас на канале Семейное дело. С вами Буката Сергей. В сегодняшнем видеоролике расскажу, как изготовить красивые мебельные фасады. Хотя в принципе, таким же способом можно изготавливать не только фасады, но и филенки дверей или интерьерные панели. Проще говоря, это один из способов декорирования мебельных и столярных изделий. Наибольшую популярность этот технологический прием имел в 80-х годах прошлого столетия. В последнее время его используют крайне редко и связано это, конечно же, в первую очередь с техническим прогрессом. Появились другие, более приемлемые с точки зрения энергозатрат, в первую очередь, а во вторую из-за того, что для этого способа потребуется довольно мощное индустриальное оборудование. Тем не менее, я покажу и расскажу, как это работало и уверен, что некоторые из зрителей моего канала, работая в свое время на мебельных фабриках, участвовали в этом технологическом процессе. А у многих зрителей до сих пор в квартирах стоит мебель с фасадами, сделанными по этой технологии. В моих планах съемка этого видеоролика не предвиделось, потому что я уже и сам начал забывать об этой технологии. Но мне понадобился небольшой лист алюминия. Я начал скрести по сусекам и наткнулся на вот эти пресс-формы. Прежде чем они будут уничтожены, вернее, пущены на изготовление других изделий, я решил снять видеоролик, вспомнить былые удалые годы и рассказать вам, как это было. Всех, кому это интересно, прошу усаживаться поудобнее и приятного просмотра. Справедливости ради нужно сказать, что похожая технология существует и сейчас. Суть ее в том, что с помощью ролика, имеющего определенный рельеф, производится накатка на погонажные изделия, багеты, плинтусы, наличники. При этом ролик нагревается до очень высокой температуры и под определенным давлением прижимается к древесине. Сам он вращается с помощью редуктора и электродвигателя. Древесина под воздействием давления и температуры вминается на определенную глубину. На ее поверхности появляется небольшой рельеф и он служит декором. Возвращаемся к нашим пресс-формам. Хотя, наверное, правильнее их назвать пресс-панелями, так как сама форма или объем выражены очень слабо, буквально пару миллиметров. Пресс-панель состоит из двух частей. Подложка – это лист алюминия толщиной 1,5-2 миллиметра и декоративные элементы, сделанные тоже из алюминия толщиной 2 миллиметра. При помощи заклепок они соединены между собой. Отдельные декоративные элементы создают определенную композицию. Чаще всего для создания этой композиции использовались растительные орнаменты. Конкретно вот эти две панели использовались для тиснения декора на филенках дверей. В свое время мы занимались серийным изготовлением дверей и подобные двери были одним из типовых продуктов нашей мастерской. Для изготовления панелей был нанят специальный человек. Он совмещал в себе две ипостаси – и художественную, и техническую. Надо сказать, что изготовление панели занимало довольно много времени, тем более, что их нужно было иметь нескольких типоразмеров, но тем не менее все усилия были оправданными. Покупатель требовал чего-то необычного, а мы удовлетворяли этот спрос. Если перевести взгляд с моего рабочего стола на шкаф для инструмента, то можно увидеть мебельные фасады из ДСП, панированные шпоном дуба и декорированные по той технологии, о которой я рассказываю вам сейчас. Эти мебельные фасады были сделаны много лет назад не нами. Я их купил на старой мебельной фабрике. Выпущены были эти фасады еще при Советском Союзе в 80-х годах. Все они имели какой-то небольшой брак, были отсортированы, хранились много лет, а в 2005 году я их выкупил. Сейчас используем в своей мастерской для изготовления шкафов, полок, делаем какие-то перегородки. В общем, применение им находится. Кроме этих бракованных фасадов, на старой советской мебельной фабрике я покупал и оборудование. На тот момент оно уже не использовалось. Фабрика отказалась от работы со шпоном, работала с ЛДСП и практически все мощное индустриальное оборудование осталось не у дел. Там были пресса 30-тонные, кромкооблицовочные линии, лаконаливные машины, полировальные машины, ну и тому подобное оборудование. Хотелось бы отметить, что директор фабрики, дай бог ему здоровья, не сдал на металлолом ни одной единицы оборудования. Оно было продано, а взамен были куплены какие-то современные станки, нужные для обработки ЛДСП. Мы, в свою очередь, наоборот, стремились к изделиям, фанированным натуральным шпоном и, соответственно, то оборудование, которое у них было не востребовано, для нас было как находка. Если будет у вас желание слушать, а у меня рассказывать, зимой я об этой эпопее расскажу историю и, соответственно, сниму видеоролик. Как вы уже поняли из моего предыдущего повествования, технологию тиснения мебельных фасадов мы узнали от работников мебельной фабрики. В нашей практике тиснения ДСП и шпона не было. Мы работали с массивом и шпоном. И, хотя эти технологии очень близки, определенные отличия все-таки есть. В первую очередь, они касались плотности ДСП и натуральной древесины, конкретно сосны. У меня до нынешнего дня сохранилось несколько филенок и поперечек тех дверей, которые мы делали в нулевые годы. Это массив, сроченный по длине, ширине и облицован шпоном тропических пород. Существуют правила, которых нужно придерживаться при фонировании натуральной древесины. Одно из них гласит, что клеить шпон на массивную древесину нужно или поперек волокон массива, или под определенным углом, например, 45 градусов. И якобы только при таком условии есть гарантия, что места склейки делянок массива со временем не проявятся на поверхности шпона. Мы, к счастью, об этом правиле в то время не знали, потому что интернет еще был сильно недоразвитым, а ютуб барахтался в пеленках, направление волокон и массива, и шпона у нас было одинаковым. По прошествии 15 лет никаких дефектов не выявлено. Впечатление такое, что эти детали фонированы буквально вчера. Сейчас мы стараемся придерживаться правил, но, как показывает практика, лучше сделать что-нибудь наугад, чем не делать совсем ничего. Сейчас я попытаюсь воспроизвести процесс прессования, но хочу обратить внимание на то, что для полноценной демонстрации процесса нужно было бы иметь отдельно склеенный щит и, соответственно, набранную рубашку шпона. Делать это ради съемки видеоролика я, конечно же, не хочу. Просто в этом нет никакого смысла. Склеенный из сосны щит форматировался в определенный размер. По такому же размеру набиралась рубашка из шпона. Валиком на щит наносился клей ПВА. Рубашка шпона слегка увлажнялась горячим паром. После этого она накладывалась на щит. Сверху укладывалась пресс-панель. Плиты пресса смыкались под определенным давлением. Нагревались они до температуры больше 100 градусов. Для нагрева использовался пар. Устанавливалось время запрессовки. Через определенное время плиты размыкались. В итоге получался оттиск. Кроме этого происходило склеивание массива и шпона. Сейчас я заложил между плитами пресса фонированную филенку и пресс-панель. Я ошибся и уложил ее неправильно. Не той стороной, что надо. Остальную площадь заполнил компенсаторами. Они исключат деформацию плит. Гидростанция создает давление. Для этого я нажимаю кнопку плиты вверх. Делаю это не одномоментно, а короткими нажатиями. Создаю практически максимальное давление, которое можно достичь с помощью этого пресса. Раньше мы оставляли плиты в сжатом положении на определенное время. Это позволяло пресс-панели глубоко внедриться в древесину. Но сейчас я этого делать не буду, так как один из цилиндров подтекает. Требуется замена манжеты. Соответственно, после короткой запрессовки я сбрасываю давление. Разомкнув плиты, вижу, что пресс-панель была уложена неправильно. Переворачиваю ее и повторяю цикл. Нужно отметить, что такая технология получения декора на древесине очень эффективна в плане производительности. Ну а недостатком является дороговизна оборудования и сложность в изготовлении пресс-панелей. Хотя с наличием лазерных станков, наверное, это не так уж и сложно. Кстати, по словам директора мебельной фабрики, на которой мы покупали мебельные фасады и оборудование, в советское время пресс-панели изготавливались заключенными на зоне или, если говорить другим языком, в исправительно-трудовых колониях. Получается, что для этого там были и люди, и время. Ну вот, как видите, даже за короткое время запрессовки, которые мы смогли себе позволить, на филенке появился оттиск. За одну рабочую смену двухплитный пресс производил декоры не меньше, чем для ста дверных полотен. Ну вот такая история о технологии, которая, казалось бы, еще совсем недавно была очень востребована, а сейчас практически полностью забыта. Если ролик вам понравился или вы увидели в нем что-нибудь полезное для себя, поставьте лайк. Буду благодарным, если поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо всем за внимание. До свидания.